В студии громадского телебачения пришел гость Денис Иванов, один из учредителей организации компании Art House Traffic, директор Одесского международного кинофестиваля. Прошлым директором из декабря месяца оттуда ушли, но ничего. И еще один маленький такой момент, Денис из Донецка. Ну, надо сказать, что наша компания, она тоже зародилась, можно сказать, в Донецке, да, потому что три учредителя являются дончанинами, в тот момент, когда учреждалась компания, мы были дончанинами. И на протяжении нескольких лет мы вели киноклубы при Донецком университете, поэтому, когда говорят о том, что Донецк это город, в котором нет культуры, это не совсем правда. Вот поэтому сегодня мы поговорим об этом журнал «Украинская культура». Такой есть журнал, кто не знает, выходит каждую неделю, ой, каждый месяц и описывает достаточно интересные события из жизни украинской культуры, не только там какой-то части, которая никого не интересует, но и актуальные темы и тренды описывает, которые есть. И вот Денис дал интервью короткое этому журналу, и здесь ты пишешь и говоришь о том, что все, что происходит в жизни, да, и в обществе, это все происходит через культуру. Ну, да, я считаю, что культура в данном случае, вот конкретно в тех событиях, которые сейчас происходят в Украине, это играет колоссальную роль. Я не имею в виду культура искусства, праздник или парад на 9 мая, или празднование День Дианы Солежности, я имею в виду культуру в широком смысле, о том, как общаются люди, ну, то есть, какие у них нормы, какие у них ценности, какие у них установки. И, в принципе, то, что те конфликты, которые сейчас в обществе у нас назрели и которые вот сейчас обнажились, это, в принципе, конфликты прежде всего культурные, потому что, если вспомнить там совсем недавние события мартовские, когда хунта сбросила Януковича, то в течение какого-то суток или двух Донецк, Донецк, Луганск, Одесса, они были в замешательстве, потому что всех Янукович уже достал, вот, но, как бы, они не знали, радоваться им или нет. И тут как раз пришел очень вовремя языковой закон, снова эта языковая карта стала играть, и уже тогда пошли все эти сепаратистские движения, и вот те тенденции, которые тогда наметились, сейчас они, к сожалению, превращаются уже в человеческую кровь. Поэтому, с моей точки зрения, толерантность как принцип государственной политики, она должна существовать, должна быть задекларирована, неуклонная соблюдаться, потому что, если вот этой призмой принимать решения и все решения государственные тестировать на предмет, ущемляют ли эти решения права этой части населения, или ущемляют эти права, эти решения права вот этой части населения, если вот поддавать это вот такому анализу, то у нас будет совсем другая страна. Ну, я с тобой здесь согласен, что украинская идея — это диалог, и диалог между различными группами. Ну, ты видишь, например, то, какие новости у нас приходят из Донбасса? Ну, я не просто вижу, я на самом деле новостей стараюсь меньше читать, стараюсь разговаривать с людьми, которые участвуют. Я был две недели назад в Донецке на фестивале, литературном фестивале в изоляции, и совершенно случайно встретил своих одноклассников, оба из которых были безработные на тот момент, и оба принимали участие как раз в движениях со стороны сепаратистов. Это не значит, что мы стали сразу же бить друг другу морды. Ну, видишь, они со стороны сепаратистов и пришли в изоляцию на литературный фестиваль. Нет, мы с ними не там встретились. Мы с ними встретились на привокзальном районе. Но, тем не менее, ключевой момент — это то, что все-таки сейчас идет такой процесс в обществе, что идет, во-первых, всем очевидно, идет радикализация, идет полная дегуманизация врага. То есть, несмотря на то, что мы с моими одноклассниками вместе учились играть в сои на гитаре, или снимали первые фильмы на 8 мм, мы фактически должны находиться сейчас по разной стороне баррикад. Эта проблема сейчас острее стоит даже в Одессе, город, который более толерантный, чем Донецк, город с более развитой культурой на протяжении пары столетий, которая там развивается. И сейчас ключевые одесские интеллектуалы, ключевые одесские люди обсуждают то, что ни в коем случае сейчас нужно искать диалог. Диалог — это всегда поиск совместного какого-то пространства. Ведь, в принципе, к сожалению, сейчас идет риторика, которая годится скорее для 14-летних. То есть, для того, чтобы совершать какие-то манипуляции, достаточно начинать разговаривать с людьми как с 14-летними, и они тут же переходят на уровень общения 14-летних и, соответственно, действий 14-летних. Ведь никто не пытается всерьез с теми же сепаратистами поговорить о завтрашнем дне. Ну хорошо, Донецкая республика, а дальше что? Никто не пытается устроить экскурсию в Тирасполь или в Абхазию, в которых все действительно не очень хорошо. Ну то есть, все люди, которые, к сожалению, сейчас участвуют с одной стороны и часто с другой стороны, это люди, которые действуют из жестокой логики и полностью во власти стереотипов. И вот этого стоит избежать. Нужно понять, что те люди, которые сейчас стоят в Донецке, это тоже люди. Не нужно их дегуманизировать, это люди, которые поддались пропаганде, которые не могут просчитать завтрашний день. Почему? Да потому что элементарно это люди, которые лишились работы, которые живут в состоянии общества люмпенов и маргиналов. И после того, я надеюсь, когда безопасность нашей страны восстановится, когда сойдет на нет это насилие, первое, чем нужно заниматься, конечно, для того, чтобы это не был регионом, Донецк не был регионом-источником проблем, это нужно заниматься инновационным развитием этих регионов, потому что они депрессивные, к сожалению. Ну, то есть я и ты это знаем, что регионы чрезвычайно-чрезвычайно депрессивные. В Мариуполе, сегодня было вокруг Мариуполя установлено 10 блокпостов. Блокпосты были организованы участниками антитеррористической операции. На них дежурит милиция и гражданские активисты. Об этом рассказал Аваков. Вот есть видео из Мариуполя. И сейчас в Мариуполе ситуация под контролем находится более или менее. Окей, если мы говорим о том, что в Донецкой области будет нормализовано что-то, как-то войдет в состояние мира и покоя, эти ж люди никуда не денутся. Вы понимаете, люди, конечно же, никуда не денутся. И эти люди, ну, то есть если принять во внимание то, что эти люди неплохие, ну, то есть изначально, да, то есть они находятся в тяжелых жизненных обстоятельствах, находятся в них уже не первый год и даже не первые десяток лет. Вот, то мы тут сталкиваемся с такой, как бы, штукой, которая тоже определяет, определяет, как бы, культуру. Это та идеология, с которой живет общество. Да, то есть, скажем, то, что та риторика, которая сейчас, которая очень сильно боятся на Востоке, которая постоянно там звучит, как официальная государственная идеология, ну, то есть украинизация, ну, то есть национализм и прочее, эти вещи, они не включают какой-то эмпатии на Востоке от людей, которые там живут. Поэтому от продвинутых людей, которые живут на Востоке и на Юге, они скорее считают себя там, условно, Южной Россией, ну, то есть, где не могут разговаривать по-русски, но в которой работают законы, в которой, как бы, минимальная коррупция и прочие вещи. Я думаю, что нужно искать какую-то платформу именно там, не в культуре, как бы, в смысле язык или что-то еще, в культуре, в смысле самосознания, куда мы движемся. Потому что сейчас, к сожалению, не звучит вот этих главных месседж, о том, что, друзья, есть, как бы, Корея Северная и Южная, да, есть там для людей на Востоке и Западе нужно объяснять о том, что, друзья, есть Россия Северная, как Северная Корея, и есть Россия Южная, где, в принципе, другие совсем силы должны действовать. Ведь раньше мы учились там с тобой в Донецком университете, на историческом факультете, и мы прекрасно изучали там все концепции общественного договора, что вот, мол, когда-то люди собрались и договорились, что вот, пусть кто-то правит, этот тот, кто правит, значит, он обладает определенными там силовыми ресурсами для того, чтобы сохранять порядок в обществе и так далее. Но на практике, к сожалению, мы убеждаемся в том, что не концепция общественного договора сейчас существует в Украине, а в Украине сейчас идет такая вот золотая орда, что есть там Донецкая республика, которая, скорее всего, как и Крымом будет руководить, если она организуется, будет руководить какой-то бандит, который будет просто собирать дань со своих подданных. И это очень простая концепция. Сейчас идет вот такой исторический цивилизационный слом, когда концепция общественного договора и концепция золотой орды, то есть они входят в противоречие. И нужно обязательно людей, которые сейчас находятся в Донецке, в Донбассе, даже которых сейчас обзывают колорадами и так далее, пытаться с ними разговаривать, пытаться искать какое-то, не дегуманизировать их. Вот ты вспомнил о нашей учебе в Донецком национальном университете и сегодня министр образования и науки Украины Сергей Квит обратился к ректору нашего университета Донду по поводу Мармазовой Татьяны Ивановны. Я думаю, ты помнишь такого персонажа, да? Так вот ректор пишет, вернее, министр пишет, Шановные Романи Федоровичи, до Министерства освіти надходят шоссе ленні звернення від студентів та освитянської спільноти Донеччини про дії Мармазовой Татьяны Ивановны, про ректора з виховної та соціальної роботи в Виреного вам университету з приводу розповсюдження нею сепаратистских закликів, що загрожують суверенітету, незалежності, територіальній цілісності. Зазначені факти, поширені в ЗМІ, містять ознаки злочину, передбачені статтею 110 Кримінального кодексу. Прошу навідкладно провести службове розслідування та відсторонити Мармазову. Всі мої приїти, з которими я залишся там дружин в Донецькому университеті, вони кажуть, що дійсно университет, який, в принципі, має бути таким светочем в цьому регіоні, має поставляти людей, які щось розуміють, вони все-таки, в більшій часті преподавательського составу, якобы підтримують сепаратизм. І це дійсно показує, наскільки плохо поставлена була система образування за останні 20 років. У нас в декабрі 2013 року, ми в Донецці сняли на видео цих светочей, які выступали на конференциях, на пресс-конференциях. І один із светочей, Татьяна Мармазова, в кавычках, светоч, конечно, вот що она сказала. Давай посмотрим. Надо подождать, покажуть. Но вкратце, це такий путеводитель ми зробили по риторике, которая сегодня лежит в основі того, що відбувається на Октябрьській площади. І як це влиєє на общий дискурс в регіоні, дискурс політичний, культурний і так далі. Вот є відео, тепер точно. Відбували фашистську організацію, дали їй можливість широкій аудиторії через вот ці шустрі лайфи і прочі. Явно антигосударственне, принципи, якою там звучат, антигосударственне, політика, якою пропагандуються здесь, разве в любому другому государству може бути такою? Уже давным-давно запретили і шустрі отправили і повідати його в Ізраїль, в якому ж розданіться друг к другу. У нас це прогнозується. Так, неужели непонятна була, так дайте, що в Майдані і вийшли на Майдані, що це працюється з 2004 років. Чому партія регіона не приєднула Алик-Ванка? Я секретар сільського рейтума компартию України, і мені і стила люди ночі війна. Антайда Михайловна, а чому ж ми, а не вийшли, а чому ж ми молчили? Ми не молчили, і 27-го вийшли на площадь Ленина. Для того, щоб підтримувати, просто на те, що нечого нам робити зараз в Європі. І европейські цінності, якщо говорять, це і однакові брати, це і то, що зараз африканці там влідуть, там влідуть бачами, сувенирами, і кричать о тому, що наші русські так увиді, давайте зуміляки, зуміляки, значит, сувенирами продають. Вот це і европейські цінності. Франція зараз треба відбування відбування з Європейського Союзу. В Іспані 56% безработи. В Болгарі заводять голландські теплічні комідори. Т.е. в Болгарії сільське хозяйство вже до нуля. В Болгарі все, що робиться? Ось ці европейські цінності. Ми повинні підтримувати не ці европейські цінності, а всі чоловічні, руманні цінності, які захищали чоловіка. У нас в Франції є сте ділячі відбування в ці ділячі. Ось така фраза. Ми возмущені неоправданно високими действиями ціловістоку. А ми не розмущені. Тому що ви знаєте, що я неоправданна високі. І я не считаю, що ми всі розмущені. Ніщо розмущаться, а необхідно записати зілячим образом. Ми... Євроінтеграційні цінності мені приємливі. Містне сумправданні приємливі на 100%. Система демократичні цінності на 100%. Система гомосексуалізму или розового. Не розумію. І в якій степені у мене це відзуває відвращення. Ну, або с цим треба смиритися, що нікому це не мешає. І в принципі розумію, що мені це не потрібно. Відповідно. І речі йде про не допоміщення дискримінації. Я в цьому плані нормальний чоловік. І я прихожу, рідом два гомика. І прихожу на роботу, і мене начальник гомик. Я не вже той репір, мені нормальний чоловік. OTW. Але вони ж не нав'язують... Дивіктор zawodu. А ви ст Остальных права не соблюдали. И только что вы видели, целая коллегия посвящена каким-то семейным ценностям. Он и она, это прекрасно, это дано природу. И как бы такая часть, ну она меня не устраивает. На сайте Белого дома, не сегодня вернее, а позавчера, начали сбор подписей для того, чтобы обратиться к правительству Соединенных Штатов и ввести на территорию Украины войска. Вы попробуйте поставить милиционера, постоянно антифакосом ему в лицо вызвать, бросать камни, горящую бумагу и так несколько часов. В Америку и просто на тротуаре замахнуться на полицейского. И посмотреть, что будет в этом демократическом государстве. Что же сегодня происходит в стране, это попытка государственного переворота. А от президента, от Кабмина, Верховной Рады потребовать введение чрезвычайного положения в стране. На Майдане незалежности в Киеве. Это мы только что видели записи, сделанные еще в декабре 2013 года. Депутат Мармазова, депутат Загоруйко и депутат Хромова. Вот как раз эти люди формируют основной такой мейнстрим общественного мнения в Донецкой области. Видишь, один говорит, что он против системы гомосексуализма, вторая говорит, что ее там кто-то зомбирует где-то из США, третья рассказывает, что она против африканцев, которые могут приехать. То есть это реально такой коричневый такой фашизм. Ну конечно, так он же заразительный. Дело в том, что информация имеет такое свойство делиться, ну то есть точно так же, как и живые существа. И как вирусы она имеет смысл заражать и всех остальных. И то, что сейчас происходит в Донецке, то, что сейчас происходит в Украине, это вот этот вот токсикоз, вот это вот заражение информацией. Причем это не только через средства массовой информации. Когда ты находишься в каком-то обществе, это общество начинает на тебя так или иначе влиять. И поэтому я и говорю, что это же известная статистика о том, что более развитые страны, то есть люди более развитые, они являются более терпимыми. Это действительно так. То есть чем у человека выше образование, чем у него выше социальный статус, чем у него выше материальный статус, тем он терпимее. Поэтому чего тут удивляться? Ну, к сожалению, опять-таки Донецк, культурной политике Украины никогда не был приоритетом. Там это был такой восточный форпост, из которого приезжали какие-то чиновники или единственное, кто хорошо самоорганизовался в Донецкой области, это криминалитет, это тоже всем известно. И вот эти люди привозили Колым в Киев, и то, что происходило там на Востоке, никого в принципе не интересовало. Ну, то есть вот какой-то культурной экспансии, такой правильной культурной экспансии в Донецкой области сделано не было. И сейчас просто пожинаются эти плоды. Поэтому то, что этим регионом не занимались, вот сейчас мы видим Мармазовых, сейчас мы видим вот эти вот сессии облсовета, это все как бы провал культурной политики, интеллектуальной. Ну, и в то же время, мне кажется, и из Донецка особо ничего, мы не видим какого-то сигнала. Ну, я бы не сказал, что мы там видим или не видим, потому что очень много людей из Донецка уехало, туда уехало в 90-х. Да, но они меняют идентификацию в итоге, они не говорят, вот мы дончане, мы ради Донецка. Ты не стеснялся никогда того, что говоришь, что я из Донецка? Нет, не то, что стесняться, а то, что этот продукт привязывается к региону, какой-то продукт, который, ну вот артхаус, трафик, он не привязывается к Донецку, понимаешь? Ну, он и не должен, мы украинская компания прежде всего, но и мы со всеми событиями, которыми мы работаем, всегда стараемся как бы показывать их обязательно в Донецке. Но нужно понимать и другую штуку, что как бы когда идет вот эта вот риторика, которую я говорил, 14-летних, то тогда начинаются вопросы не что выгоднее, как мы будем жить завтра, а ты меня обидел, а я тебе отвечу. И вот, к сожалению, вот в данном случае, понимая, какая сейчас идет риторика, ну то есть Донецк с 2004 года, там вот с событий как бы оранжевых на Майдане, которые происходили, это действительно стал регион, на котором стоит клеймо регион быдла. И люди начинают реагировать точно так же, они начинают вести себя точно так же. И, к сожалению, эта штука, которую поселили в мозг, вот эта вот информация о том, что в Донецке живет как бы быдло, она, это как самосбывающееся пророчество в каком-то смысле тоже происходит. Ведь основная реакция на сепаратистов, ну то есть людей тех, кто их поддержит, по крайней мере, среди сепаратистов из моих знакомых оттуда, это искренняя обида о том, что их не признали, их отвергли, ну то есть они нежеланные гости в этой стране, ну то есть они выбрали Януковича, это все забывают, но тем не менее вот эта вот детская обида, в этом тоже, вот детская обида, она и рождает вот такие конфликты. И поэтому они говорят, что их не слышат? Нет, это... Или это другое? Нет, нет, когда говорят, что услышьте Донбасс, там нас никто не стоял на колени, это, ну как правильно написала журналистка из Донецка о том, что это не значит, что типа сейчас мы будем вам диктовать, это просто речь идет именно о диалоге, речь идет о том, что люди должны увидеть, побывать не только в зале облсовета и в Донецкой области, а выехать на другие страны посмотреть, я не имею ввиду и курорт Египта и Турции, посмотреть сколько людей живут. На самом деле, да, здесь есть правда, статистика показывает, что только лишь там порядка двух десятков процентов выезжали за границы Донецкой области, не то чтобы за границу вообще, а вот 80% как раз они находятся во внутренней ситуации, не выезжают даже за пределы региона. Ну это тоже очень важно, путешествие это вид образования, ну то есть туризм это вид образования, и к сожалению сейчас такая экономическая ситуация, вряд ли много людей сейчас могут себе это позволить, вот, но тем не менее нужно, значит нужно ехать к ним. У нас есть инициатива, называется это СХИД Юэй, ИСТ Юэй, Восток Юэй, как угодно на каком языке, я тебя приглашаю присоединиться к ней, это гуманитарный десант на Донбасс, из людей творческих профессий, из дизайнеров, художников, писателей и так далее, которые бы могли сформировать некий сигнал для региона и транслировать его там, и в то же время получать оттуда информацию на первичном уровне для того, чтобы оформить сигнал оттуда сюда тоже. Давайте искать общее пространство, давайте искать диалог. Спасибо тебе за то, что сегодня нашел время для нас, я напомню зрителям, это был Денис Иванов, учредитель компании Art House Traffic и бывший директор Одесского международного кинофестиваля, он родом из Донецка, и мы...